Это не то, что старело, это как себя перемещал полностью на другой поток временной, и там время, пока тут прошло, там три минуты, допустим, пока я эту информацию получила, а там это, ну, чуть ли не года проходит. Ты в этих полях, да, там сидишь и смотри, корюшит. И самое главное, что не то, что ты в тех полях, а то, что тело-то в этом, у тебя два потока времени и корюшит. Ника, я сейчас смотрю, вот этот шмадец. Ты видишь это? Ты создавала тройной контур еще, четверной даже. Первое, чтобы два потока в тебе не совмещались, поток в теле и потоком ментала. Второе, чтобы этот другой поток не корюшил окружающее пространство, то есть... его нужно было замкнуть именно на себе, как контур. Да, я знаю это. И плюс, учитывать разные временные... Это работа со временем была? Не знаю это. Я почему-то это помню сейчас. Ты сказал про четыре, я понял. Я все... Учетверых разное время, почему эта живая? Она, может, и померла. Просто она, когда жила, она во все времена, как бы, увидела, почти как тварь. Круче. Это было биологическое, и это в гармонии со вселенной. У нее четвертый поток. Она совмещала три потока в себе. Тварь только один, она просто вылазила из него во все времена. Интересно, как будет тебе о чем-то поговорить с нашими зелеными друзьями. Я теперь вспомнила все. Вот когда начала, уже как зацепила, знаешь, это как клубок. Один раз, а потом, да. Да, и все. Блин, узоры эти помню. Это келья вся в узорах или в рунах. Или в узорах орнаменты такие, как арабские, круглые. Это руны, но руны временные. Ты через время как-то заходила в информацию. Оказывается, так можно. По идее, так же можно и без кристалла, верно? Не знаю. Я получила ту информацию, что хотела, на последнем ресурсе и умерла. Все случилось так, как я хотела. Только Мона хочет. Все было со смертью связано. Нет. Но если смерть необходима, то ее не нужно бояться. Это да. Я наоборот хочу, чтобы все было жизнью связано. Но если так не выходит. Только собой. Прекратить проект роя, только собой вспомнить Дюну, Туманчика и все остальное. Это было интересно. Да. Если брать условно по нашим меркам, до 18 лет я там не дожила, лет до 16, скорее всего, не больше. Но прожила как будто в другом потоке, там по тысячу. Тысячу жизней, да. Как вроде тысячи жизней проживала. Я помню выход в это пространство. Я помню эти пространства, когда они накладываются один, второй, третий. Когда можно смотреть все вселенные, становишься огромным, как глаз один. На все вселенные можно смотреть каждую точку этой вселенной. Куда хочешь, туда можно смотреть. Вот откуда была технология роя. До этого не было роя. Мы могли смотреть абсолютно любые. Абсолютно любую точку мы могли смотреть. Мы просто фокусировались, уходили туда и все. Для этого нужно другой поток времени, который нужно компенсировать. Вот откуда пошли же предприношения в роя. Нужно бы компенсировать вот это видение. Все видения. Предварительные атаки устраивались. Мы там не приносили себя в жертву, мы просто собой платили. В своей жизни мы платили. Но это была оплата. А, ничем не компенсировался поток времени. Да. Да. Это просто оплата такая была. За это. Да. За все нужно платить. Да. За пребывание в потоке этого времени. Да. Он выкачивал. Ну-ка, я не на бумаге без времени. Откуда технология, все видения. Да, там что-то было про девочек. Про этих, да. Я просто не помню, он описывал, как они там работали. Да, старели. Давали ответ сразу, и старели. А там вся магия была на времени завязана. Платили временем своим. Я только знаю, что ресурсы вырабатывались. Вот эта женщина, она боялась, она выработает ресурс и умрет сразу. А как мне очень не хотелось сразу умирать. Она же знала, что новая жизнь будет. Знала. Там об этом все знали. Угу. Вот как вот что-то модифицировалось. Но я тогда не попала в рай. Ты не попала. Я про что? В какой-то момент, ладно, потом. Скорее всего, знаешь, когда вот эти с нами входили в контакт, черные, что я говорю, мы после них три дня, я после них три дня болела, возможно, в момент вот этого контакта было какое-то слияние сознания, или они считывали, какими именно образом. Да. Скорее всего, потому что контакт на самом деле-то был. Еще и время хорошо через себя выпили из того потока. Да. Контакт-то был, на самом деле. Мы же... Настрой Роя на этот поток времени в Общеторовске не было. А потом она получила контакт и прошла корюшить время. Еще и время. Да, у нас там, я не знаю, был ли у нас... Да, мы работали там, но я не знаю, мы всем давали ответ. По-моему, всем абсолютно. Ответ-то всем, а вот такой глубокий контакт... Это какие-то черношные вампиры вообще. Они во всех смыслах черные, плотные. Они по двое приходили, их двое было. И они раза два или три были. Угу. Три. Да, там через полгода, через полгода, где-то так. Они всегда по двое, всегда один заходил. Угу. Второй должен был спуститься. Там была очень узкая лестница. Там она как по горе шла, и нужно было дождаться. Когда человек спустится, там какой-то как шлакбам за собой закрывал, веревку поднимал, опускал, что-то такое. Потому что если бы двое людей столкнулись, это было бы не пройти. Там очень узкая была тропа, очень-очень. Угу. И нужно было просто... А они вдвоем один за другим поднимались. Голова заболела, скукушил, все мозги туда залез. Поток вовремя интересный, да. Да, там очень интересно. Я помню вот это ощущение танцующих планет и танцующих звезд, когда они пляшут, когда их вращать можно. Но они-то не вращались, это я вокруг них могла вращаться. Да, 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 да. Вот это вот очень интересно, когда перемещаешься и разные потоки, и разные световые направления. Как вот линия такая, знаешь, комета какая-то прилетела, из-за ней такой хвост такой розово-фиолетовый. Вот смотришь на это все, внутрь этого потока помещаешься. Это очень интересно. И сейчас вот, когда мы начали с тобой это вспоминать, у меня пух-пух-пух вся эта информация. Ну просто, ну выдумать это нужно очень быстро, чтобы фантазия была. Я просто это вижу, настолько вижу, 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 вижу. Я бы не успевала это все просто, ну, блин. Самое интересное, что колбасит тело при таких вспоминах. Вспоминаешь, как делаешь круг, вешаешь три руны в поддержку главной и пускаешь вибрации с этим кругом, даже без модуля. И людей вот так наматывают на него, как вружину, закручиваешь в эту сторону. Держишь, даешь сигналы с вибрацией, пускаешь. И когда он разматывая. Вот примерно такое же. Это не придумать, Мона. Не, не, это невозможно. Это невозможно придумать, потому что у меня картинки настолько сейчас мощные, вот этой всей глубины, и вот этого, знаешь, когда отходишь от всего и входишь в поток, и когда ничего, кроме этого потока, нету. Это все настолько необычно, да. Ничего тебе помотало, пока я в ящичке загорал. Я тебя искала. Я наткнулась на ящичек, на информацию эту. Ответ придет. Современ. Субтитры создавал DimaTorzok